Вешенская. В просторечии Вешки. Станица на севере Ростовской области, административный центр и крупнейший населенный пункт Шолоховского района и Вешенского сельского поселения. В 2018 году была удостоена звания «Рубеж воинской доблести». Станица Вешенская расположена на левом берегу реки Дон. В 1963 году благодаря депутатским хлопотам Михаила Александровича Шолохова от города Миллерово, через который проходит автотрасса Москва-Ростов-на-Дону и Северокавказская железная дорога, была проложена асфальтированная дорога длиной 145 км до станицы Босковской, находящейся на правом берегу Дона напротив Вешенской. Наименование станицы, по мнению краеведов П. Лосева, А. Грибанова, писателя Суичмезова, произошло от слова «веха» – «вешка». Название пошло от тех вешек – «вех», что стояли здесь в стародавние времена на Большом пути с севера на юг. В.Н. Королев придерживается другой, менее распространенной версии. По его мнению, название городка произошло от слова «вежа», имеющего значение «шалаш», «жилище», «старошка». Он пишет, в домонгольское время восточные славяне называли вежами полукочевничьи войлочные жилища, впоследствии известные в русском языке под терминами «кибитка» или «юрта». Вполне возможно, что в районе вешек 400 с лишним лет назад стояли шалаши и старошки – вежи первых жителей. Есть предположение, что Вешенское основано в середине XVI века вольными казаками Сары Азмана, а позднее их лагерь был использован русскими похороничными отрядами для своего поселения. Впервые город Вешки упоминается в 1571 году, когда царь Иван Грозный подписал боярский приговор о станичной и сторожевой службе, в котором упомянут «голова в поле, который должен быть послан из города Шацка и стоять и в Вешках, выше Медведицы и Хапра». Со временем пограничное урочище Вешки стало городом Вешки. Известно, что казаки Вешенского городка участвовали во взятии Азова в 1637 году и Азовском осадном сидении 1641 года во всех сухопутных и морских походах казаков на турецкие и крымские города при Черноморье. В 1670 году Вешенцы были активными участниками крестьянской войны под предводительством Степана Разина, а в 1707-1708 годах – Булавинского восстания. Как свидетельствуют донские епархиальные ведомости, в 1740 году из-за наводнений город был перенесен из поймы на высокую террасу над Доном, где соединился со станицей Решетовской и получил статус «Станицы». В романе «Тихий дон» Михаил Шолохов дает подробное описание Вешенской. На пологом песчаном левобережье над Доном лежит станица Вешенская, старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чиганадской станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж-Азов. Против станицы выгибается дон кабаржины татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, а возле хутора Баски вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря до синего Азовского. При переселении городка на новое место была перенесена и деревянная церковь Архистратига Михаила, затем началось строительство каменной церкви с колокольней и пределом Иоанна Богослова. Предел был освящен 26 ноября 1780 года, а главный престол 28 декабря 1786 года. В 1853 году в восточной части станицы началось строительство каменного храма во имя Святой Троицы с пределом Успения Божьей Матери. Храм освящен в 1858 году. В 1936 году на совместном заседании Бюро райкома и Презиума было принято решение о сносе Троицкой Церкви. 9 февраля 1937 года Свято-Троицкий храм был взорван. В 1993 году на этом месте установлен памятный крест. Свято-Михайло-Архангельский приход в 1937 году был закрыт. Издание церкви приспособили под зернохранилище. Храм уцелел только благодаря заступничеству Шолохова, который убедил власти не взрывать его. В 1946 году приход открылся и действует поныне. В старину всех хозяйственные и гражданские дела казаков станицы Вешенской решались на сходах, которые являлись высшей властью. Каждому казаку предоставлялось право выступать по вынесенному на обсуждение вопросу или вносить предложение. Решение принималось простым голосованием. Первым станичным атаманом был Иван Федорович Щепоткин. В исповедальной рукописи Вешенской церкви за 1745 год упомянуты фамилии казаков, живших в станице. Аверкин, Дударев, Зыков, Колундаев, Каледин, Солдатов, Лиховидов, Болгаров, Попов. В 1782 году Вешенская почти полностью сгорела в огне пожара, затем отстроилась заново. В XVIII веке у Дона находились правления и склад мануфактурной компании «Зингер», которая занималась торговлей швейными машинами, косилками и слихозинвентарем, а также сыпки зерна известных купцов Парамоновых. Шла торговля промышленными и продовольственными товарами в лавках купцов Хренниковых, Маховых, Коневых, Сергичевых. В первой половине XIX века Вешенской поселился, обзавелся семьей и занялся торговым делом дед Шолохова Михаил Михайлович Шолохов. В Вешенской имелись станичные и два хуторских приемных покоя, почтово-телеграфное отделение. В 1861 году было открыто первое учебное заведение – станичное одноклассное мужское приходское училище. В 1863 году – одноклассное женское училище третьего разряда. В 1915 году открыта женская гимназия. В 1917 году – две гимназии – восьмиклассная и четырехклассная. В 1918 году по решению станичного сбора обе гимназии были размещены в двухэтажном здании станичного управления и объединены в смешанную гимназию, получившую наименование Вешенская гимназия имени павших борцов за освобождение родного края. С осени 1918 года по весну 1919 года в ней учился Михаил Александрович Шолохов. По данным В.Н. Королева, в Вешенской в 1867 году проживало 715 человек. В 1915 году – 1863 человека. В первой половине XIX века станица Вешенская принадлежала Усть-Медведецкому округу области войска Донского и была центром Вешенского юрта. В конце XIX века Вешенский юрт отошел к Донецкому округу. В 1918 году область войска Донского переименована в область Всевеликого войска Донского. Образован новый округ Верхнедонской с центром Вешенской. В 1923 году Верхнедонской округ ликвидирован. Вешенская стала центром Волости и была отнесена к Донецкому округу. В 1924 году Волость ликвидирована и образован Вешенский район с центром Вешенской. В 1984 году Вешенский район был переименован в Шолховский. Во время гражданской войны Вешенская была местом ожесточенных боев. 23 апреля 1918 года в Верхнедонском округе была установлена советская власть. В ночь с 10 на 11 марта 1919 года казаки подняли восстание против большевиков и расстрелов, ставшее ответом на политику расказачивания, проводимую ЦК РКПБ. Центром восстания, охватившего весь округ, стала Вешенская. Событием Верхнедонского восстания посвящена третья книга Техого Дона Михаила Александровича Шолхова. Во время Великой Отечественной войны фронт подошел вплотную к Вешенской, но перейти Дон врагу не удалось. В станице размещался штаб 197-й стрелковой дивизии генерала М.И. Запорожченко. Фронтовые лечебные учреждения, органы снабжения войск, она подвергалась обстрелам и бомбежкам. В 1942 году дом, в котором жили Шолоховы, был разрушен фашистской бомбой, при этом погибла мать писателя. 12 июля 1942 года был образован Сталинградский фронт, в состав которого вошли дивизии, занимавшие оборону у Вешенской. Немногим более месяца наши войска вели оборонительные бои, удерживая левобережье реки Дон. К середине августа 1942 года вражеские войска вплотную приблизились к важному стратегическому и политическому узлу городу Сталинграду. Командованием Сталинградского фронта было принято решение контратаковать противников в широкой полосе на дальних подступах к Сталинграду. Используя подручные плавсредства, иногда и вовсе вброд наши войска приступили к форсированию реки Дон и захвату господствующих высот правобережья. Отчаянная попытка контратаковать закрепившегося на правом берегу противника без предварительной подготовки, без поддержки артиллерии, благодаря героизму наших солдат, увенчалась частичным успехом. Была захвачена узкая полоска земли вдоль берега реки. Для остановки продвижения наших войск и восстановления линии фронта по реке Дон противник снял несколько дивизий с направлений главного удара, перевел их в район, где советскими войсками были захвачены плацдармы. Несколько дней противнику потребовалось для того, чтобы скинуть с правого берега нашу пехоту, у которой отсутствовала бронетехника и артиллерия. В очередной раз массовый героизм проявили наши солдаты и офицеры, вызывая на себя огонь дальнобойной артиллерии. Иначе развивались события у станицы Еландской, Вешенского района, Ростовской области. Здесь в ночь на 20 августа подразделения 197-й стрелковой дивизии, используя скрытно натянутые тросы, смогли переправиться на правый берег Донов при минимальных потерях. К 9 часам утра подразделения 197-й стрелковой дивизии удалось вклиниться во вражеские позиции и занять плацдарм южнее Еландской. В течение 20 августа противник продолжал непрерывные контратаки советских позиций, подтянув к исходу дня подкрепление батальон чернорубашечников и полк итальянской кавалерии. К вечеру ему удалось частично отбить свои позиции. На помощь воинам 197-й стрелковой дивизии переправились несколько батальонов 14-й гвардейской стрелковой дивизии. 21 августа ожесточенные бои развернулись на высотах у хутора Плешаковского, Матвеевского и Рубежинского. К концу дня противник, не выдержав яростных атак, отступил, оставив часть своих позиций. В результате боев 21 августа были освобождены хутора Верхний и Нижний, Матвеевский, Плешаковский и Нижнекривской. В ночь на 22 августа на правый берег перебравилась 203-я стрелковая дивизия, действовавшая во втором эшелоне наступления. И уже силами трех дивизий советские войска продолжили вести наступательные бои по расширению плацдарма на правом берегу реки Дон. Развивая наступление, 197-я стрелковая дивизия 22 августа освободила хутор Рубежинский. Это были первые освобожденные и уже не отданные врагу в ходе Сталинградской битвы населенные пункты Ростовской области. 23 августа на образовавшийся плацдарм переправился кавалерийский корпус генерала Плиева. В ходе боев дивизии несли огромные потери. Общие потери только 203-й дивизии за 9 дней конца августа составили свыше 4000 человек. Стремясь ликвидировать образовавшийся плацдарм, противник перебросил на этот участок дополнительные пехотные и танковые подразделения. 1 сентября после проведения мощной артиллерийской подготовки в наступление двинулся немецкий десант пехоты на 38 танках. С воздуха наступление поддерживали 42 бомбардировщика. Этот день не принес противнику заметного успеха. В последующие 10 суток гитлеровское командование приложило много усилий для ликвидации плацдарма. Особого накала бои достигли 12 сентября, когда противник использовал для прорыва на узком участке фронта до 80 танков, действовавших при поддержке гренадерских дивизий. Несмотря на серьезные потери наших дивизий, немецким и итальянским войскам так и не удалось выбить советские части с еландского плацдарма. Сохранение отвоеванного участка на правом берегу Дона дало возможность для успешных действий советских войск в ходе Сталинградской наступательной операции «Уран» 19 ноября 1942 года. Генерал Плиев в своих мемуарах пишет, этот плацдарм для наступления Юго-Западного фронта имел такое же важное значение, какое имел Мамаев Курган в самом Сталинграде. К 19 ноября 1942 года на еландском плацдарме была сконцентрирована ударная группировка 5-я танковая армия. 19 ноября 1942 года в 8.50 утра после 1 часа 20 минут артиллерийской подготовки войска перешли в наступление и уже в 16.00 23 ноября части 26-го танкового корпуса в районе Калача соединились с частями 4-го механизированного корпуса, окружив фашистов под Сталинградом. После войны Вешенская отстраивалась заново. Михаил Шолохов, как депутат Верховного Совета СССР, внес большой вклад в благоустройство станицы, обустройство быта жителей. По инициативе писателя и при его содействии были построены водопровод, электростанция, телевизионный ретранслятор, школы, открытый дом детского творчества, школа искусств, педагогическое училище с целым комплексом зданий, учебным корпусом, библиотекой, общежитием, домами для преподавателей. В России организована Донская научно-исследовательская опытная станция, которая выращивала сеянцы, сосны для укрепления песков, установлена лесозащитная зона на берегах Дона. Шолохов был инициатором создания народного казачьего хора и театра казачьей молодежи. При его поддержке построены санаторий Вешенский, дворец культуры, аэропорт, дорога с асфальтовым покрытием до города Миллерова, начато строительство моста через реку Дон, завершившиеся после его смерти. Сегодня станица является ведущим центром культуры и просвещения, ключевым объектом культурного туризма. Объекты музея-заповедника М.А. Шолохова, единственного в Ростовской области музея федерального значения, посещают заход более 100 тысяч туристов. На станичной набережной установлен бронзовый бюст писателя и скульптурная композиция Григория Аксинья. В парке скульптурная композиция «Дед Щукарь». В центре станицы Борельеф в память о встрече 1967 года Вешенцев с первым космонавтом Юрием Гагарином. Около Дворца культуры монумент Клятва, посвященный освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно в мае в Вешенской проходит всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна», посвященный дню рождения писателя, на который собираются тысячи поклонников его творчества.